Всем привет! В этом ролике я вам расскажу, как фармить спецочки и на что их лучше потратить. Я думаю, что видос будет максимально интересный и полезный, поэтому от вас хочу убедить активность. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Промокодик у вас на экране, вся информация есть в описании. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! Ну что ж, ребятки, давайте начнем с того, что такое спецочки, где это посмотреть и на что можно их потратить. Итак, открываем таб, открываем вкладку навыки и здесь получается есть спецочки и есть улучшения, которые мы можем купить. Спецочки это некая валюта, с помощью которой вы можете прокачивать некие улучшения для своего персонажа. Здесь улучшения есть, как и для нелегалов, так и для рыбаков, дальнобойщиков, для госорганизаций и так далее. Самый обычный легкий способ это, конечно же, выполнение ежедневных заданий, которые вы можете выполнять каждый день и за это получаете спецочки и виртуальную валюту. Всего, как бы, в день вы можете выполнить 5 заданий, они различного типа, различные сложности и за эти задания вы получаете спецочки. Бывают, конечно, выпадают очень сложные задания, но бывают легкие задания выпадают, то есть вот таким вот образом вы можете фармить спецочки. То есть минимум за 5 заданий вы можете получить 5 спецочков, ну а максимум где-то около 10-15 штук за день. Смотря какие будут задания, потому что за разные задания дают разное количество спецочков. Также если у вас есть блокивка, вы можете изменить задание, то есть допустим вот у меня задание засправить цистерну, я не хочу выполнять, я нажимаю, нажимаем изменить, все, поменяйте инструменты на складе работая уборщиком улиц, то есть я поменял задание, это можно делать один раз в день. Также есть такая тема как комбо, то есть если вы 3 дня подряд выполните задание, вы получите 250 тысяч и 15 спец очков, ну и самый лучший способ фарма спец очков, это конечно же выполнение квестов, которые даются вам в начале игры, то есть вы заходите на проект Амазер Холиплей, вас встречает Федя Наумов и здесь вы можете выполнять как бы задание, за эти задания вам даются, получается, денежки, спец очки и донат. Но самое интересное то, что даются спец очки, как бы за каждое задание есть определенная награда, то есть вы можете сначала выполнить задание у Феди, и потом вы еще можете выполнить квесты у Анджелы, которые находятся в Южном, то есть как бы всего 3 квестовых персонажа. Короче, у Анджелы как бы намного больше заданий, то есть лучше всего это выполнять задание у Феди, получается, и у Анджелы. Есть еще третий квестовый персонаж, но там уже очень сложно, там нужно выполнять именно задание по организации. Да, ребятки, вот эти задания можно выполнять всего лишь один раз, но если вы богатый на монету, то есть если у вас есть донат, и вы можете как бы переводить свой аккаунт и проходить эти квесты заново. То есть, допустим, вы играете на первом серваке, прошли там квесты, вы можете перевестись на второй сервак и заново пройти эти квесты. И потом перевестись обратно и снова пройти эти квесты, тем самым будете фармить и донат, и спец очки. То есть это самый такой рабочий способ, но для этого нужно будет потратить неплохо так доната. Ну что ж, ребятки, теперь давайте разберем, какие улучшения для чего лучше подходят. Я для вас сделал некую подборку, потому что я играю как бы не первый год, и я знаю, что для чего лучше подходит. И начнем с гетто. В гетто вам понадобится оружейный знаток, устойчивый, криминальный дипломат, авторитет и зависимость. Это те улучшения, которые будут вам полезны, именно если вы хотите состоять в гетто, будьте там заниматься всякими делишками, там ходить на рейды, ходить на поезд, ходить на угоны машин и так далее. Переходим к рыбалке. Для рыбалки вам понадобится силач, удачный рыболов 1 и рыболов 2. Силач вам понадобится для того, чтобы у вас смещалось больше рыбы, удачный вам нужен для того, чтобы вы ловили больше рыбы на 70%, то же самое касается сетки. Рыболов 1 это первая сетка, рыболов 2 это вторая сетка. То есть это те улучшения, которые вам понадобятся именно для рыбалки. Переходим к пункту дальнобойщики, но эти улучшения подойдут также, если вы будете работать в такси. Для этих работ вам понадобится силач, аккуратный водитель, виртуоз, механик и опытный механик. То есть это те улучшения, которые вам будут очень сильно полезны. Также с помощью улучшений можно как бы сделать дополнительный заработок, о котором вам сейчас расскажу. Для дополнительного заработка вам понадобится улучшение криминальный дипломат и правовед. Криминальный дипломат дает вам скидку на южхиме для покупки бомбы. И бомбу эту можно перепродавать, потому что на данный момент есть такая тема, как угон машин. И для угона машин нужна бомба. Бомба СИ-4, которую нужно купить именно на южхиме. Без улучшения она стоит 750 тысяч, с улучшением она стоит 525 тысяч. То есть если вы покупаете бомбу, допустим, за 525, и вы можете продать ее за 600 тысяч рублей. То есть товар 75 тысяч. И за день вы можете реально неплохо заработать с помощью такого мини-заработка. Также есть такое улучшение, как правовед. С помощью этого улучшения вы сможете снимать владельцев на автомобиле. То есть вы покупаете бланки, едете в негальное СТО. И там можете вы снимать как бы владельцев на автомобиле. Данная тема будет очень полезна перекупам. На данной теме можно реально неплохо зарабатывать. Несколько миллионов в день, если находить как бы людей, которым нужно снять владельцев. Но лучше всего данная тема подойдет для перекупов. Потому что вы, допустим, купили машину, там 20 владельцев. Поехали, сняли владельцев, сделали один владелец. И эту тачку можно будет продать намного дороже. Ну что ж, ребятки. Вот такое вот получилось видео. За каждое улучшение вам не стал рассказывать. Потому что некоторые улучшения как бы вам нужны, некоторые не нужны. И я вам рассказал про самые лучшие улучшения. Про самые полезные, которые я бы вам советовал приобрести. Все ссылочки есть в описании. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Он был интересный, полезный. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.